Всем привет! В эфире новости хоккея. Я Андрей Шляпников. В России продолжают чествовать национальную сборную по хоккею, которая в воскресенье в четвертый раз в истории стала чемпионом мира. Накануне президент России Владимир Путин в Кремле поздравил тренера национальной хоккейной дружины Зинтулу Белядинова с победой. Встреча прошла в формате один на один. Зинтула Хайдарович пришел не с пустыми руками. Он подарил президенту сувенирную шайбу и поблагодарил главу государства за поддержку. Мы все любовались не игрой, а борьбой нашей команды за чемпионское звание. Я уверен, что многие порадовались остальным мастерством и характером, которые проявили практически все наши игры. Это заслуга многих поколений тренеров. Еще от тех, с которыми ребята начинали тренироваться, как молодые хоккеисты. И потом, конечно, люди талантливые, которые могут собраться и в нужное время, в нужном месте показать себя во всем блеск. Что все они под вашим руководством и сделаны. Так что еще раз всех поздравляю. Команда показала свой характер. Показала то, что это действительно команда была. И ребята просто отдавались полностью. Каждому матчу подходили серьезно. Не было проходных матчей. И ребята просто с отдачей играли в такой... Я просто поблагодарил их тоже и ваши поздравления. То же самое я бы сказал о том, что вас поздравили. Поэтому я полностью согласен. И это была команда. Обладателями медали Чемпионата мира стали 38 игроков, представляющих Континентальную хоккейную лигу. Медалистов из НХЛ оказалось ровно в два раза меньше. 19. Своим мнением об итогах мирового первенства и о великолепной игре сборной России поделился президент КХЛ Александр Медведев. Чемпионат был интересный, непредсказуемый. И ряд сильных сборных, которым отводили место уже в финале, и шведы, и канадцы с блестящим составом. Действительно, команды звезды не попали в полиэтиленную стадию четвертьфинала. Драматические четвертьфинальные игры. Три четвертьфинала, где судьба матча была решена на последнюю минуту. Наша команда оказалась не командой звезд, а именно командой. И это очень тонкая материя. И без той работы, которую я, Эльзенту Алхайдарович, весь сезон пропускаю, может, я надеюсь, ту безосновательную критику, которая раздавалась, упорно двигаясь по своему плану, это принесло результаты. Российская хоккейная сборная вернулась из Хельсинки в Москву в понедельник утром. Дорога домой не обошлась без приключений. Чемпионский рейс задержали на 4,5 часа. Но, несмотря на это, в аэропорту триумфаторов чемпионата мира встречали родственники и сотни болельщиков, которые сразу же после окончания матча приехали в Шереметьево и всю ночь прождали самолет с российской командой. Но оно того стоило. Несмотря на усталость, хоккеисты не отказали поклонникам в автографах и с удовольствием фотографировались. Наша сборная провела просто невероятно результативный турнир, чемпионат мира. Без прогресса, да, ни одного матча не проиграли. И просто мы не смогли ни приехать сюда, ни встретить их, ни лицезреть наших героев, героев нашей страны. Своей долгожданной победой российская команда подарила всей стране большой праздник. Болельщики во всех крупных городах сразу после финальной сирены вышли на улицы и устроили народные гуляния. То, что Россия хоккейная страна, известно давно. Однако каждый раз после успеха нашей национальной команды все повторяется снова и снова. Речь, естественно, о реакции общественности на успехи сборной. Самыми массовыми получились гуляния в Москве. Традиционное место встречи – Тверская улица и Манежная площадь. Ликования продолжались всю ночь, и это несмотря на то, что многим болельщикам утром предстояло идти на работу. До рассвета не закрывались многочисленные бары и рестораны. Многие поклонники хоккея по традиции предпочли посладиться просмотром финального поединка в комфортных условиях. И, что самое главное, в большой компании. Об этом воскресном вечере уже никто не скажет, что он был проведен впустую. Российские хоккеисты подарили всем россиянам большую радость, которую, как известно, не купишь ни за какие деньги. Андрей Назаров – новый главный тренер «Северстария». Вряд ли кто-то из болельщиков мог предположить такой поворот событий в карьере самого молодого тренера КХЛ. Но, как говорится, случилось то, что случилось. После двух сезонов, проведенных в Чеховском Витязе, Андрей Викторович переезжает в Череповец. Истек мой двухлетний контракт с Витязем. Это мои два, наверное, одни из лучших годов моей жизни, проведенные там. Поступило предложение от команды ХК «Северсталь». Я его принял. Задачи подставлены очень высокие. Мне нужно сформировать два звена. То есть, третий, четвертый звезд кейсов, которые выступают очень неплохо в молодежных командах, во многих других клубах. То есть, собрать их, создать команду молодую, интересную, и чтобы она достойно выглядела. Таргаев. Задача одна была. Это Витязи. Одна задача. ХК «Северсталь». Задачи немножко другие. Так что, посмотрим. Если они пригодятся, я думаю, мы их увидим. Если нет, ну, не увидим. Пока селекционной работой идет генеральный менеджер клуба «Северсталь». Мы общаемся с ним. Но пока такого, что в громких переходах пока нет. Я думаю, при правильной установке сил все получится. Новости трансферного рынка. Вчера столичный ЦСКА объявил, что клуб прекращает сотрудничество с восьмью игроками. Самой главной неожиданностью стало не продление соглашения с Алексеем Яшиным. Также в числе игроков, кому теперь придется искать новое место работы, значатся Николай Пронин, Алексей Бадюков, Томаш Суровый, Дар Северо и Петр Чеслава. Вратарь Сергей Гайдученко и Михаил Пашнин продолжат свою карьеру в «Локомотиве». Недолго находился без клуба защитник сборной Чехии Петр Чеслава. После того, как армейский коллектив объявил, что более не заинтересован в услугах Чеславы, на защитника вышли представители «Северсталя». После недолгих переговоров стороны ударили по рукам. Далее о других переходах КХЛ. Обладатель Кубка Гагарина Московская «Динамо» объявила о подписании контракта с форвардом «Северсталя» Алексеем Цветковым. Соглашение рассчитано на два года. В прошедшем чемпионате КХЛ форвард набрал 28 очков по системе «Голд-Луф-Пасс». Экс-голкипер Салавата Юлаева, обладатель Кубка Гагарина 2011 года Эрик Эрсберг продолжит свою карьеру в Донбассе. Таким образом, клуб-новичок КХЛ определился с вратарской бригадой на предстоящий сезон. Ранее сообщалось, что команда из Донецка подписала соглашение с Яном Лацо. Новости из Дальнего Востока. Соотечественник Лацо и коллега по Аплуа Ян Лашак еще на год продлил свой контракт с Хабаровским Амуром. Нападающий Акбар с Артемией Панарин вернулся в Витязь. 20-летний форвард перебрался в Казань в дедлайн. За Акбарс он провел 12 матчей в регулярном чемпионате, набрав 5 очков и 4 игры в плей-офф, оставшись без результативных баллов. Авангард достиг принципиальной договоренности о подписании контракта с 25-летним защитником Павлом Валентенко, выступавшим в клубе АХЛ «Коннептику», являвшимся фарм-клубом «Рейнджерс». Валентенко – серебряный призер молодежного чемпионата мира 2007 года. В России он выступал за нефтехимик и московское «Динамо». Ну и напоследок новости из-за океана. Сегодня ранним утром команда Ильи Ковальчука Нью-Джерси обыграла Нью-Йорк «Рейнджерс» 4-1 и сравняла счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли 2-2. Илья Ковальчук отметился голевой передачей. На этом у меня пока все новости. Хорошего вам дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова